В эти дни водителей сопровождает проливной дождь. Погодные катаклизмы создают дополнительные препятствия для всех участников дорожного движения. Но общественный транспорт в Подмосковье работает по часам. Ему не страшны ни бури, ни дожди. Маршруты отлажены. Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. Маршрутная сеть области крупнейшая в России. Она покрывает 80% территории региона. И каждый год мы стараемся модернизировать автопарк. С января на маршруты области вышли уже более 800 новых транспортных средств. До конца года планируем довести их количество до 1300. Одинцовский округ граничит с Москвой, Ленинским, Нарофоминским, Русским, Красногорским, Истринским городскими округами. Город Одинцов расположен в 24 километрах к западу от Москвы. Есть несколько способов добраться в столицу и обратно домой. Это МЦД, автобусы и маршрутки. Местные жители пересаживаются на общественный транспорт. Комфортнее дна, можно еще заряжать. Ну, если, допустим, что-то нужно как телефон зарядить или что-нибудь еще, то есть как бы там зарядное устройство есть. И когда прикладываешь, ну, не наличка, а уже просто прошел как дальше, как метро. Число пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, только растет. Учитывая ситуацию в регионе, администрация регулярно обновляет парк автобусов. Всего в Подмосковье действует около 2000 маршрутов. Кондиционеры работают, сиденья удобные, низкие полы, подниматься хорошо пассажирам удобно. Устали автоматы, коробки. Водитель меньше отвлекается на переключение передач. В автобусе очень много видеокамер оборудовано. Я обслеживаю в салоне закрытие и открытие дверей, кто вышел, кто зашел, чтобы не зажать дверями там и не тронуться там преждевременно. Остановочные павильоны также должны быть безопасными и комфортными. В Подмосковье идет замена старых конструкций. До конца этого года установят еще 314 новых строений. Алтыная Урумбаева, Ольга Дмитриева, телекомпания Одинцова.